ВЫШЕУПОМЯнутые физические законы Электрические сигналы, поступающие через органы чувств в наш мозг и трансформирующиеся в нём в образы. Например, мы видим во внешнем мире птицу. На самом же деле эта птица находится отнюдь не во внешнем мире, а внутри нашего мозга. Световые частицы, отражаясь от птицы, попадают на сетчатку наших глаз и превращаются там в электрические сигналы. Эти сигналы посредством нервных окончаний в глазном дне передаются в зрительный центр мозга. Птица, которую мы видим, на самом деле только электрический сигнал в нашем мозге. Если оборвётся зрительный нерв, ведущий в мозг, тотчас исчезнет и образ птицы. Точно так же и звуки пения птиц, которые мы слышим, находятся у нас в мозге. Если бы оборвались нервы, идущие из уха в мозг, не стало бы и звука. Проще говоря, птица, облик которой мы видим и пение, которое слышим, не что иное, как расшифровка электрических импульсов, поступающих в мозг. Ещё один момент, который следует затронуть в этой связи, это восприятие расстояния. К слову сказать, дистанция между вами и этим экраном, это не что иное, как ощущение пустоты, сформированное в вашем мозге. Аналогичным образом и предметы, кажущиеся очень далёкими с точки зрения человека, на самом деле образы, теснящиеся в одном и том же крохотном участке его мозга. Например, человек, наблюдающий за звёздами, знает, что они находятся на расстоянии миллионов световых лет от него. Однако на самом деле звёзды в тот же самый момент находятся внутри человека, в зрительном центре его мозга. Пока вы смотрите этот фильм, вы не находитесь внутри того зала, в котором, как вам кажется, вы сидите. Наоборот, помещение внутри вас самих. То, что вы видите своё тело в зале, заставляет вас думать, что вы внутри него. Однако следует помнить, что и ваше тело – лишь только образ, сформированный в вашем мозге. До сих пор мы говорили про внешний мир и мир восприятий, который формируется в мозге и создаёт наше представление об этом мире. Однако если мы не в состоянии достичь внешнего мира, можем ли мы быть уверены, что он действительно существует? Конечно, нет. Единственная реальность, с которой мы имеем дело, – это мир восприятий, существующий лишь в нашем сознании. Известный философ Джордж Баркли так прокомментировал этот ошеломляющий вывод. «Мы верим в существование предметов только потому, что видим их и ощущаем такими, какими отражает их наш мозг. Однако наше восприятие – лишь мысли, существующие в нашем мозге. Если всё это лишь мысли в нашем сознании, то, представляя себе Вселенную и материю как реалии, существующие вне нашего сознания, мы впадаем в большое заблуждение». Представлять материю как реалию, существующую вне разума, на самом деле заблуждение. Получаемые нами восприятия могут с таким же успехом исходить и с какого-нибудь искусственного источника. Это возможно представить себе умозрительно на таком простом примере. Предположим, что мы вынули мозг из тела и поддерживаем его жизнедеятельность в стеклянном сосуде. Поместим рядом с сосудом компьютер, в котором можно фиксировать самую разнообразную информацию, и начнем загружать в базу данных компьютера электрические сигналы, поступающие от изображения, звука, запахов и так далее. Теперь подсоединим этот компьютер к центрам, ответственным за ощущения в нашем мозге, находящимся в сосуде, и будем посылать в него заранее записанные сигналы. Воспринимая эти сигналы, наш мозг станет видеть адекватную им обстановку и жить в ней. Из этого компьютера мы можем также посылать в наш мозг сигналы, связанные с нашим восприятием самих себя. К примеру, если все, что вы видите, слышите и осязаете, сидя за рабочим столом, передать мозгу посредством электрических сигналов, то ваш мозг представит вас бизнесменом, сидящим у себя в офисе. Этот воображаемый мир будет продолжаться ровно столько, сколько будут поступать сигналы из компьютера. И мы не сможем осознать, что состоим только из одного мозга. Поистине, человеку легко обмануться и поверить ощущениям, у которых нет никаких материальных соответствий. Именно это и происходит с нами в случае сновидений. Субтитры создавал DimaTorzok